Период Мурамати Период Мурамати Одним из побочных следствий неудачной попытки повернуть политическое время вспять был манифест, написанный Китаба Тикафуса, запись подлинной родословной божественных императоров, который отражал попытку подтвердить право Годайго на власть через апелляцию к его генеалогии. Начальные слова манифеста «Великая Япония является землей богов» представляют собой один из ранних примеров националистической доктрины об уникальном превосходстве японской нации, которая возникла благодаря непрерывной императорской линии. Как незабавно, это утверждение возникло именно тогда, когда две ветви императорских наследников сражались между собой насмерть ради того, чтобы решить, какая из них в действительности обладает прямой связью с мистическим прошлым. Период Мурамати, Мурамати-Дзидай – это период японской истории, продолжающийся примерно с 1336 по 1573 год. Он знаменует собой правление Сигуната Мурамати, Сигунат Мурамати, самурайское правительство во главе с сюгунами из рода Асикаго. По имени этого рода он также известен как Сигунат Асикаго. Через два года после того, как короткая реставрация Кэму, которая длилась с 1333 по 1336 год имперского правления, была завершена. Этот период закончился в 1573 году, когда 15-й и последний сюгун этой линии Асикаго-Йосиаки был изгнан из столицы в Киото – Одой-Набунагаль. С культурной точки зрения этот период можно разделить на периоды. Первый – Китаяма, культура Северной горы, термин которым обозначает японскую культуру второй половины 14-го – начала 15-го века. Характерными чертами культуры являются симбиоз традиционной культуры японских аристократов Куге с обычаями самураев, влияние китайского изобразительного искусства династии Мин, а именно монохромных картин тушью, развитие литературы и поэзии при японских монастырях Пятигор, появление нового театрального искусства Но. Второй – Хигасияма, культура Восточной горы, термин которым обозначает японскую культуру с середины 15-го века. Характерные черты – симбиоз традиционной культуры японских аристократов Куге с обычаями самураев, влияние дзен-буддизма на искусство и архитектуру, появление каменных японских садов, появление чайной церемонии, появление кибаны, появление искусства составления благовоний, появление кабинетного стиля в оформлении интерьера комнат, доминирование новых эстетических принципов ваби-саби, югэн, распространение поэтического жанра рэнга. Первые годы с 1336 по 1392 год – периоды Мурамати известны как период южного и северного дворов. Этот период отмечен продолжающимся сопротивлением борьбой сторонников императора Годайга, императора, стоявшего за реставрацией Кэму. Годы с 1465 до конца периода Мурамати также известны как эпоха воюющих провинций. О данной эпохе есть видео на канале, я оставлю ссылку. Краткая попытка императора Годайга восстановить императорскую власть в ходе реставрации Кэму оттолкнула класс самураев, а Сикаго Такаудзи заручился сильной поддержкой и сверг императора Годайга. В 1338 году Такаудзи был провозглашен сегуном и учредил свое правительство в Киото. Однако император Годайга сбежал из своего заточения и восстановил свою политическую власть. Последовавший за этот период правления Асикаги был назван Мурамати. Что отличало сегуната Асикаги от Камакуры, так это то, что сегунат Асикага взял на себя остатки имперского правления. Однако сегунат Асикага был не так силен и был сильно встревожен гражданской войной. Только во время правления Асикага и Семицы появилось подобие, примерное, порядка. В дальнейшем со временем у Асикаги возникли проблемы с проприемством, что в конечном итоге привело к Онин-Норан, смуте года Онин, которая пустошила Киото и послужила началом анархии. Смута Онин положила начало новой эпохи феодальной раздробленности, эпохи воюющих провинций. Как пишет Ричард Теймс, исходом стала война Онин, в ходе которой был сожжен Киото, а власть Асикага над провинциями сведена к чисто номинальной. Как пишет Ричард Теймс, если дзен и не являлся государственной религией, он был без сомнения философией правящего класса, не вдаваясь сами во все тонкости учения, верхи нередко склонялись перед теми людьми, кто их постиг. Возводимые в тот период дзенские монастыри зачастую украшались строгом китайском стиле, в свою очередь отражавшим индийское влияние. Китайские предметы, искусство и импрессионистские по духу картины, туши, пейзажи, высоко ценились и служили для японцев источником подражания. В общем, дзен-буддизм играл центральную роль в распространении не только религиозных учений и практик, но также искусства и культуры. По поводу синтаизма он спокойно сосуществовал с буддизмом, но в дальнейшем поглощался им, это именовалось дуальным синтаизмом. Конфуцианство признавалось в качестве учения, причем необходимого. Многие считали важным приобрести навыки чтения, письма и арифметики для управления своими территориями. Все большее число актов на Землю составлялось крестьянами, а это значит, что грамотность была широко распространена даже среди простых людей. Итальянский иезуитский миссионер Александро Валиньяно писал, что даже простые люди, крестьяне, хорошо воспитанные и настолько удивительно вежливы, что создается впечатление, будто их обучали при дворе. В этом отношении они превосходят другие восточные народы и европейцев. Они очень способные и умные, и дети быстро усваивают уроки и инструкции. Они учатся читать и писать на нашем языке гораздо быстрее, чем дети в Европе. Низшие классы в Японии не так грубые и невежественные, как в Европе. Напротив, они, как правило, умные, хорошо воспитаны и быстро учатся. Смута Гадо Онин привела к серьезной политической раздробленности. В целом же большинство войн были короткими и локализованными, хотя они происходили по всей Японии. К 1500 году вся страна была охвачена гражданскими войнами. Однако, вместо того, чтобы разрушать местную экономику, частое перемещение армии стимулировало рост транспорта и коммуникации, что, в свою очередь, обеспечивало дополнительные доходы от таможенных пошлин и сборов. Как пишет Ричард Теймс, несмотря на беспорядки, экономическое развитие продолжалось, хотя и неравномерно, улучшились и техники орошения земель. Улучшение качества мечей означало и улучшение фермерских орудий. Стали появляться свободные купцы, которые противились ограничивающей деятельность системе гильдии. Так начала возникать ориентированная на рынок модель производства, отходившая от практики простого замещения товара исключительно в целях собственного выживания. На канале есть видео про торговлю с южными варварами. Можете обратить на него внимание, я оставлю ссылку. К концу периода в Мураматсе прибыли первые европейцы на территорию Японии. Португальцы, затем испанцы, за ними последовали голландцы. Японцы начали предпринимать попытки углубленного изучения европейской культуры. Наряду с серьезными политическими вызовами перед экономикой открывались новые возможности. Христианство повлияло на Японию в значительной степени благодаря усилиям иезуитов. Терпимость к этому чужеродному влиянию уменьшалась по мере того, как страна становилась все более единой, а открытость снижалась. Запреты против христианства начались в 1587 году, а прямые преследования в 1597 году. Хотя внешняя торговля все еще поощрялась, она строго регулировалась, и к 1640 году в период Эда шло открытое подавление христианства.